Мужчина жестоко зарезал бывшую жену. Как говорят близкие Анны, ее бывший муж проник к ней в квартиру, где в тот момент был ее 16-летний сын от другого брака, Богдан. Самой Анны дома не было. Мужчина навел пистолет на подростка, связал ему руки и ноги, заткнул рот кляпом и забрал мобильный телефон. По словам Богдана, убийца рассказал, что планировал все это уже три месяца, что он следил за ними, купил новую машину, чтобы его не заметили, раздобыл ключи от запасного входа в подъезд, чтобы не попасться под камеры. Когда Анна зашла в квартиру, он набросился на нее, начал избивать и требовать деньги. Он избивал ее, и Богдана руками и битой, которую вместе с пистолетом принес с собой. Сын и мать пытались бежать из квартиры, но он ловил их и затаскивал обратно, как говорят знакомые Анны. В итоге Анну он пристегнул наручниками. Богдану же повезло вырваться, он побежал за помощью, причем со связанными руками. Но когда приехала полиция, Анна была уже мертва. Убийца нанес ей несколько ножевых ранений, изрезал ножом ключицу и шею. И принес еще с собой черную погребальную ленту. Подозреваемого убийцу поймали и как-то оперативно отправили в психиатрическую больницу. Есть серьезные опасения, что через какое-то время оттуда его отпустят. Делу очень нужна огласка под угрозой может быть жизнь Богдана. Пожалуйста, распространите эту историю. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы убийца остался безнаказанным. Мужчина с инвалидностью в Свердловской области набросился с ножом на своих родителей-пенсионеров. Отец скончался от ран, жизнь матери сейчас спасают врачи. Трагедия произошла в Верхней Пышме в квартире на улице Уральских рабочих. 37-летний мужчина, имеющий инвалидность второй группы, напал с ножом на родителей-пенсионеров, с которыми проживал совместно. Родители с сыном поругались из-за какой-то бытовой мелочи, после чего мужчина потерял адекватность, схватил кухонный нож и стал бить им мать и отца. Пожилые супруги смогли выбежать в подъезд, снаружи запереть сына в квартире и обратились к соседям за помощью. Соседи вызвали скорую помощь. 65-летний отец от полученных ножевых ранений в грудь и в бедро скончался в больнице. 64-летняя мать находится в реанимации с ножевыми ранениями спины. 37-летний инвалид задержан. От дачи показаний мужчина отказался. Возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.